Всем привет любители стальных баталий, с вами снова Смолдер. Сегодня я вам покажу на мой взгляд самую лучшую страту на карте Горящий Песок с Нижнего Респа. Лично я ей пользуюсь постоянно, как правило она работает. Естественно, если вы решили ее использовать, в бою должно соблюдаться несколько условий. Причем одно из них никак не зависит от вас. Ну и так как это все-таки решающий вклад, мы разберем и мои ошибки, и союзников, и противников в этом бою. Но для начала давайте разберемся, какие все-таки условия должны быть выполнены для того, чтобы вы могли эффективно использовать эту тактику. Первое и самое важное условие это преимущество по свету в квадратах А и Б0. Причем даже если один светляк противника хотя бы на своей стороне остается жив, то вся ваша затея обречена на провал. Ну и наконец второе условие это либо небольшое количество, либо большая неопытность игроков, которые охраняют гору со стороны противника. В общем-то суть тактики предельно проста. Это необходимость отобрать у противника контроль над этой горкой. Но при этом если обычные игроки делают это только для того, чтобы задавить здесь противника, а потом уже зайти врагу в тыл, то в нашем случае мы хотим добраться до определенной позиции, которая будет показана позже. И да, без этой картинки внизу очень сложно смотреть на эту битву ББМа, где одна БМП-3М вырубает двух визелей сразу. Но на самом деле это не столько ошибка, сколько просто небольшой недочет со стороны визелей. Я так понял, после убийства первой ББМки оба визеля ушли на перезарядку, и именно это сыграло с ними злую шутку. Но естественно надо признать, что Бэха, несмотря на свою упоротость, все равно молодец. И сейчас, как никогда, проще всего понять, почему эта тактика не работает, если с вашей стороны там нет света, либо если там остался в живых вражеский светляк. Прикол в том, что когда вы находитесь в первоментном свете, вы просто не знаете, что в вас влетит в следующую секунду, и доворачивать корпус к противнику, тем более куда-то ехать, мероприятие весьма рискованное. Собственно, следующим шагом для вас будет уже уничтожение противников непосредственно на самой горе. И пока я перестреливаюсь с челленджером, давайте поговорим о том, что же все-таки этот парень делает не так. Прикол тут на самом деле в следующем. Если ты видишь, что тебя постоянно убивают, зачем стоять на одном и том же месте, когда ты можешь просто сдать назад, и либо забраться на это дурацкое шоссе, либо вообще уйти в сейф. Причем в первом случае, когда вы забираетесь на шоссе и остаетесь его защищать, вы, несомненно, становитесь помехой для противника, просто так он вас уже убрать не сможет. Кроме того, ошибка команды противника, которая встречается довольно часто, это то, что челленджер здесь оказался один. И под словом «здесь» я имел в виду не саму горку, а именно вот эту грунтовую дорогу. На самом деле, защищать это направление очень важно. Если его не защищать, то, скорее всего, команда будет слита. И причем происходит это, как правило, по следующей схеме. Во-первых, умирают светляки на А0, но это еще можно отдэфить от самой горки. Но в случае, если вы отдаете и грунтовку, то противник уже может спокойно подняться на само шоссе и выпиливать вас оттуда сверху вниз по одному. При этом, скорее всего, какая-то часть команды противника вместе с ББМками будут давить на вас с другой стороны. И, в общем, если светляки, слившиеся на А0, это то, что еще можно, в принципе, в теории поправить, то когда вы отдаете нижний этаж горки, скорее всего, это означает, что вы уже целиком выбиты с горы. Ну и, наконец, после всех этих усилий мы добираемся до камня в квадрате С3, тем самым не объезжая 10 тысяч зданий в городе. Не обращая внимания на танки, которые все-таки остаются дефить у подножия горы со стороны противника, мы по факту оказываемся либо за спиной, либо с борта у большинства танков команды противника. Перед собой мы видим огромное открытое пространство, на котором танки, которые уже ввязались в бой с нашими союзниками в городе, просто ничего не смогут сделать для того, чтобы нас отконтрить. Получается так, что спереди у них наши союзники, а сзади остаюсь я. И, если честно, настрел с этого места очень прост. С ним справится абсолютно каждый игрок и точно сможет нанести большое количество урона в зависимости от количества танков противника, находящихся в его простреле. Но также следует не забывать про арту, которая накидывает сюда каждым шотом, и про то, что ваши союзники у подножия горы могут слиться от противников. И тогда вам вновь придется развернуться и как-то контролировать ситуацию сверху вниз. В данной ситуации против меня могли что-то сделать только те танки, которые находились ближе всего ко мне. Они могли попытаться прямо подо мной заехать ко мне на эту горку, но для этого им нужно было бы убрать несколько танков, которые им мешали. Тем не менее, как я и говорил, отконтрить эту тактику все-таки можно. Достаточно либо хорошо защищать горку, либо быстро давить город. Кстати говоря, позиция челленджера на Е6 мне кажется абсолютно бесполезной. Лично я за всю игру в АВ ни разу не видел игрока, который из этой позиции накидывал достаточное количество урона, либо просто делал что-то полезное для команды. Лично на мой взгляд, с того респа позиция у камня на Д4 намного выгодней. Еще мне очень непонятным кажется поведение Т-80, которого мне удалось поджечь. Я просто не понимаю, чего он хотел добиться, пересекая эту дорогу. Даже, допустим, если он ее пересек. Чего он конкретно добивался? Не проще ли было выехать на шоссе, дать один выстрел в борт, а потом откатиться обратно? Ну а если ты не хочешь выезжать наверх шоссе, чтобы не подставлять свой борт, ты можешь просто дождаться противника внизу и разводить его на ошибки. Ведь в любом случае противник будет свешиваться сверху вниз. Ты точно будешь видеть НЛД и восьмидесятки, и типа для того, чтобы их пробить. Просто своей неудачной попыткой проезда парень оставил челленджера в одного против двух танков. Тем более один из противников челленджера, то есть я, оказался на горе. И с танком в такой позиции действительно сложно что-то сделать. Если подвести итоги боя, то я не могу сказать, что команда противников где-то сильно ошибалась. Кроме, конечно, случая с Т-80. В основном все их ошибки это были мелкие просчеты. Но зачастую картина боя именно из таких просчетов и состоит. И именно от них зависит исход боя. Ну а на этом у меня все. С вами был Смолдор. До скорых встреч.